Об оперативной обстановке на территории Артёмовского городского округа представителям средств массовой информации рассказал Александр Бондарь, директор единой дежурно-диспетчерской службы Артёмовского городского округа. Так, в третьем квартале 2016 года служба ЕДДС выполняла несение дежурства в соответствии с руководящими документами, функционировала в режиме повседневной деятельности. Так, ЕДДС принято и обработано 88 контрольных сигналов, 3 учебно-тренировочных сигнала, кроме того, проведено 22 радиотренировки. Одна тренировка при действиях дежурной смены при возникновении ЧАЭС и одна тренировка при оповещении. По специальной подготовке проведено занятие с дежурными диспетчерами ЕДДС в соответствии с программой профессиональной подготовки. В рамках проводимой работы ЕДДДС также координировала действия со взаимодействующими дежурными службами в 327 случаях. Из них 9 пожаров, 52 загорания, 3 лесных пожара, 1 торфяной пожар, 215 случаев нарушения условий жизнедеятельности населения. По номеру 112 поступило 2321 звонок, из них без информации 2090 звонков, с информацией 231 звонок. Что мы делали в течение лета, это все-таки у нас напряженность создавала жаркая погода, и в связи с этим количество природных пожаров и загораний. Очень много было таких. Ну а по телефону 112 обычно звонили люди, которые проезжают по трассе в случае каких-то ситуаций, или из других муниципальных образований. По мобильной связи набирают 112, у нас сотового оператора еще территориально не разнесли, поэтому могут к нам и со Слободы Туринской звонят, и из Рыбицкого района, и из Рыжевского района. Мои оперативные дежурные соединяют их с оперативными дежурными ЕДДС муниципальных образований, на территории которых они территориально находятся, и тогда уже происходит реагирование на их звонки. Кроме тревожных сигналов, на номер 112, по словам Александра Бондаря, зачастую поступают звонки без информации. По номеру 112, это возможно звонить с любого мобильного телефона у нас в городе, и по стационарным телефонам набираете 112 и попадаете к оперативному дежурному нашей службы. По номеру 112 с мобильного телефона можно звонить даже без сим-карты, поэтому очень много звонков вы видите, что без информации, это в основном дают детям играть с телефонами, сим-карты нет, значит, вроде как никуда не должен дозвониться. Дозваниваются, набирают 112 и огукаются. 112 номер вызова экстренных служб в ситуациях, когда срочно нужна помощь. По мобильной связи этот номер будет доступен всегда, даже без сим-карты. И любой взрослый должен вовремя пресекать и шалости своих детей, которые звонят без особых причин, ради интереса, отметил директор единой дежурно-диспетчерской службы Артемовского городского округа.